Повелители дивана, чемпионы по просмотру телевизора, астрологи назвали самых ленивых мужчин по знаку зодиака. Некоторые мужчины полагают, что занятия по уборке дома и мытье посуды являются в основном предметом заботы женщин. Это убеждение может быть обусловлено воспитанием, либо просто ленью, когда мужчины предпочитают передать обязанности по дому на плечи женщин. Интересно отметить, что последние часто оказываются представителями трех определенных знаков зодиака. Телец. Тельцы могут производить впечатление ленивых. Они очень ценят комфорт и уют в своем доме, предпочитая размеренный образ жизни и работу, не вызывающую стресса и не требующую излишних усилий. Они готовы оказывать различные виды помощи своим близким, за исключением домашних обязанностей. Заботиться о посуде или выносить мусор не является их приоритетом. Ляв. Харизматичные львы также не проявляют интереса к домашним делам. Они всегда заняты чем-то более важным, считая, что заниматься уборкой или стиркой – это бесполезная трата сил. Тем не менее, они готовы быть теплыми и щедрыми к своим партнерам, если те берут на себя заботу о доме. Стрелец. Несмотря на свою авантюрность, стрельцы иногда склонны к лени. Они не желают заниматься простыми домашними делами, воспринимая их как ограничение своей свободы. Именно из них зачастую берется образ мужчины, который не уделяет внимания мытью посуды или подбрасывает носки в разных направлениях. В итоге, можно выделить общую тенденцию у некоторых представителей знаков зодиака, которые проявляют некоторое нежелание заниматься домашними делами. Тельцы, ценящие комфорт и уют, предпочитают избегать рутины и усилий, связанных с обязанностями по дому. Львы, обладая харизмой, находят всегда что-то более важное, чем забота о доме, но проявляют теплоту и щедрость к тем, кто берет на себя эту роль. Стрельцы, несмотря на свою авантюрность, могут проявлять лень в отношении домашних обязанностей, воспринимая их как ограничение своей свободы. Таким образом, эти астрологические черты могут влиять на отношение к быту и распределение обязанностей в домашней среде. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.